Друзья, как мы вам и обещали, сегодня мы займемся очень необычным делом. Сегодня нам предстоит выполнить вертикальное озеленение. Что же это такое, нам расскажет фитодизайнер Нина. Здравствуйте. Добрый день. Я вижу, у нас здесь есть цветы настоящие. Да, мы подготовились. И вот такая конструкция, как она правильно называется? Это конструкция именно вот такого размера, называется фитокартина. Вариаций вертикального озеленения, которое сейчас очень современно и востребовано, его большое множество. То есть вы можете заказать фитокартину или фитостену абсолютно любого размера. То есть здесь можно использовать как просто растения с зелеными листьями, так и цветы прямо, да? Цветущие растения, скажу вам честно, используются гораздо реже. Это связано с тем, прежде всего, что у каждого цветущего растения есть определенный период цветения. То есть когда растение находится, соответственно, в периоде цветения, оно, безусловно, декоративно и хорошо выглядит. Но в период покоя растения не всегда эффектны. И поэтому в фитостенах чаще всего используются все-таки декоративно-лиственные растения, чтобы декоративность сохранялась весь год. Фитокартина состоит из модуля определенных размеров и формы. В нижней его части располагается емкость, куда наливается вода. Добавлять жидкость нужно не чаще, чем один раз в неделю. Раз в две недели специалисты советуют убирать увядшие листья. А что касается ухода, сложно? Нужно просто поливать или еще что-то делать? Нет, здесь вам даже поливать не придется. То есть здесь все продумали за вас, для того, чтобы у современного человека все равно остается минимум времени на то, чтобы заниматься такими посторонними делами. Все-таки хочется заниматься более полезными. Поэтому здесь в этой конструкции предусмотрена система капельного автоматического полива. В каждой фитокартине, фитостене идет электрический насос и датчик, чтобы даже программировать то время, в которое вам хочется, чтобы текла вода. Срок годности фитокартин варьируется в зависимости от того, какие растения вы выбираете. В среднем они сохраняют внешний вид в течение двух лет, после чего растения нужно обновлять. Не терпится приступить к созданию. Создание фитокартины – это, в принципе, вещь не сложная. Сейчас мы сделаем, конечно, пробный макет, вариант такой, который, чтобы показать всю систему, потому что она, естественно, колоссально отличается от посадки в горшок с землей. Мне хочется приложить к этому руку. Вы будете моей главной помощникой. Хорошо, командуйте. Я выбрала для посадки в имеющуюся фитокартину – это спатифилумы. Это достаточно такие пышные и цветущие в разных степенях освещенности растения. То есть очень неприхотливые. В принципе, достаточно пышные для того, чтобы заполнить объем. Не бойтесь, они... Я боюсь. Да, мы растения уже до этого времени очистили. Вообще, при посадке непосредственно на постоянное место жительства корневая система максимально промывается. Сначала мы делаем, как в картине, мы делаем набросок. То есть распределяем растения так, как нам кажется, что они будут максимально хорошо снахреться. И потом уже можем что-то поменять. Фитокартины радуют не только глаз. Поскольку растения постоянно увлажняются, то и в помещении происходит естественное увлажнение воздуха, что очень полезно для здоровья. На самом деле, вот мы сейчас находимся, здесь прям ощущение идет свежести такой. И пахнет живыми растениями. И прямо действительно, как глоток свежего воздуха, непередаваемые ощущения. Мне очень нравится, очень приятно. Тем более, мы зашли с морозного воздуха. И прям как будто вот такой райский сапок улыбки. Ну да, действительно так. С двумя растениями в этом ничего не сравнится. И добавляется еще мох под названием сфагнум. Он как раз и является тем элементом, который удерживает влагу, нужную при поливе для растений. Если я выбрала определенную композицию, она у меня в пространстве провисела какое-то время, и мне немножечко поднадоело. Я могу как-то слегка видоизменить, одни цветы поменять на другие? Конечно, это вы можете делать даже в течение всего сезона. Вы можете растения менять местами. Вы можете растения какого-то вида, которые, допустим, вам немножко надоели или не отвечают уже цветовым характеристикам, необходимым изначально. Вы можете их просто поменять. Фитостена станет отличным подарком, который украсит не только любой дом, но и офис. Холлы и ресепшены, оформленные зелеными обоями, сделают помещение стильным и уютным. Подобным образом выглядит готовая фитокартина. Она готова к использованию. Теперь нужно найти ей подходящее место, вписать ее в интерьер, и она будет служить вам очень долго. Нина, спасибо большое за интересную информацию. Друзья, я думаю, что это идеальный вариант, который вы можете использовать, если предпочитаете эко-стиль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин